Сегодня мы пригласили уважаемых гостей и коллег журналистов на встречу презентацию, которую мы назвали совместно с нашими партнерами корпорацией ИЛАР и Министерством обороны от памяти народа к учебнику военной истории. Речь идет о том, что в интернете в общедоступном виде существует несколько массивов архивных документов. Сегодня они объединены в один мощный интеллектуальный портал под названием «Память народа». Руководителю большой организации, производственной, с огромной социальной ответственностью, как я это понимаю, это корпорация ИЛАР, электронные архивы. Сергей Васильевич Баландюк, вот он скромно сидит в первом ряду, совсем в сторонке. Это по его инициативе, но и поддержанной руководством российской газеты мы вас сегодня сюда всех пригласили. И у корпорации ИЛАР, у ее партнеров, в Министерстве обороны, в Подольском архиве, в других архивах Российской Федерации. И насколько я понимаю, и за рубежом тоже есть большие планы, как вот этот беспреувеличение, в общем, беспрецедентный проект будет дальше развиваться. Большое спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить всех собравшихся на это мероприятие, благодарить гостей, в первую очередь ветерана, который смог найти все силы прийти сюда, Жареса Ивановича, брата, можно сказать, погибшего в период войны. И я считаю, конечно, что мы здесь собрались не только для того, чтобы рассказать о том, как у нас пройдет проект, но и в первую очередь для того, чтобы мы, может быть, даже с сегодняшнего, там, со вчерашнего дня, как вышла газета, начали отмечать юбилей очередной победы. 75 лет победы под Сталинградом, дальше будет 75 лет под Курском, освобождение Ленинграда и так далее. Вплоть до победы над Берлином. То есть, фактически, вот эта победная сейчас история, она начинается с этого дня. Для меня, в общем-то, лично победа под Сталинградом имеет большое значение. Во-первых, потому что я там родился. Во-вторых, потому что мой отец работал на тракторном заводе, на заводе еще мальчишка, и когда подошли совсем близко немцы, то он пошел в народное ополчение, защищал вместе со всеми город. Получил там медаль за победу под Сталинградом. Но, фактически, жизнь дальше была связана именно с этим городом. Этот город – город победы. И вот, работая над этим проектом, мы поняли это по фактам. В рамках проекта было собрано материалы, были по 216 боевых операций. Все боевые операции, не все, но большинство боевых операций до Сталинграда были оборонительные, после Сталинграда были наступательные. Можете их посмотреть. Они все есть на сайте. И, фактически, это событие для нас, для всех, сейчас является таким знаковым. Хотел бы несколько слов сказать о том, что сейчас есть на портале, несколько цифр, которые позволили бы понять масштаб всего, что сделано. Сейчас в интернат выставлено около 100 миллионов образов архивных документов. Что это такое? Для примера, в майские праздники скачивают себе в личные архивы около 2 терабайт информации, посетители, для того, чтобы дальше могли с этим работать. То есть, это цифры достаточно такие для интернета нестандартные. Сейчас на сайте около 200 миллионов записей об участниках Великой Отечественной войны. Это тоже большой объем, который надо правильно организовать, правильно представить. Поэтому, в первую очередь, конечно, из того, что сделано, это мы смогли вот такой большой объем предоставить в общий доступ и организовать к нему доступ правильно. Чтобы люди не путались в этом огромном массиве непонятно чего, а сделали, нашли там то, что они хотели бы найти. То есть, при создании сайта, конечно, была большая техническая работа по сканированию, по обработке, по вводу информации, по разработке всех этих поисковых машин. Но самая главная, наверное, работа, которую мы проводили не одни, а вместе с нашими коллегами из Министерства обороны, это та методическая работа, как представить эту информацию, как, собственно, связать эти все данные. Как можно помочь человеку найти информацию и боевой путь своего родственника или знакомого. Проведена была огромная работа. Сейчас можно считать, что вот сегодня мы в конце прошлого года завершили такой большой этап, оцифровали все компактные массивы. Все, что мы могли найти здесь, в Москве, в регионах, в Петербурге, все это мы сделали. Сделали мы все? Не все. В качестве примера можно сказать, что самый востребованный ресурс, самая большая проблема, это был 1941 год и начало 1942, когда наши соединения попадали в так называемые котлы, становились военнопленными. И про эти соединения, про этих людей очень мало информации, потому что вместе с этими частями пропадали все документы. Из 5 миллионов военнопленных, примерно, ориентировочно, я цифры могу немного ошибаться, но точных цифр все равно мы, наверное, и не найдем. Из 5 миллионов военнопленных сейчас у нас есть информация только на 1 миллион. То есть 4 миллиона еще остаются неизвестными до сих пор. И вот это в качестве перспективы, что нам дальше делать, нам надо искать эти миллионы. Лежат они, не все, но частично, они лежат в Америке, о чем уже говорили мои коллеги, лежат они в Германии. Есть такая международная служба розыска, учрежденная 11 странами, международная служба розыска в Батарользен. Там много лежит документов. То есть вот везде мы должны сейчас, пользуясь неформальными, чаще всего, связями, найти доступ, найти варианты, как получить сюда эти документы и предоставить доступ, общий доступ для наших граждан. Вот это перспектива развития, это главная перспектива развития в портале. Но есть и вторая часть всей этой работы. Мы оцифровали почти 130 тысяч дел по боевым операциям. Это журнал боевых действий, различные отчеты и справки, как реально воевали наши соединения. Это отчеты командиров и командующих в зависимости от уровня. И вот эти отчеты сейчас, они как бы есть, их можно, но правильно организовать практически, вот работать с этими документами пока нельзя. Поэтому мы сейчас начали работу, уже не предлагаем, начали работу, сделать учебник истории в документах, структурировать и сделать такой интерактивный процесс, чтобы вот эти все документы можно было найти очень просто, понятно, каждому человеку по тому моменту, по той операции или по тому месту, которое его интересует. Если он знает конкретную часть, где служил его родственник, значит, по этой части, это уже сейчас возможно. Но надо, чтобы это было в какой момент, как было связано с людьми, что в этот момент происходило. Вот мне кажется, что эта работа, если будет сделана, то это получится такой учебник истории в документах, который уже не позволит как-либо трактовать. Или говорить о том, что победа в нашей войне обеспечили только американцы или масса других эстерсий. Поэтому вот перспектива, наверное, сейчас вторая развития этого проекта, это вот такая работа. Больше методическая, больше уже интеллектуальная, как из всего этого массива сделать такой понятный, простой материал для пользования людьми. Вот, наверное, всё, о чём я хотел сказать. Спасибо большое. — Сергей Алексеевич, благодарю вас. Можно на минутку попросить вас задержаться? Я знаю, что вы только что вернулись из командировки в Германию. И, может быть, ну, чтобы заинтересовать журналистов, наверное, есть чем поделиться. Может быть, не с общей сценой, не здесь, в этом зале. Но у нас запланирован пресс-подход, и ещё в конце кто-то индивидуально. Я просто говорю, что Сергей Васильевич Баландюк, руководитель корпорации «ЛАР», вместе с коллегой из Миномороны, продолжает эту работу по поиску этих документов за рубежом. Есть, наверное, свежие сведения, которыми он сегодня мог бы поделиться, как о новостных. — Ну, во-первых, этой работой ведём не только мы, не только Россия. Мы, например, немцы до сих пор ищут пропавших без вести. Они с момента окончания войны было 11 миллионов пропавших без вести немцев. Была огромная работа проведена, и до сих пор миллион они не нашли. То есть 10 миллионов, тем не менее, было установлено, и документы на них были найдены. Мы для немецкого Красного Креста провели работу, цифровали все здесь имеющиеся в наших архивах документы на военнопленных, больше двух миллионов личных дел, передали им. То есть они работают и продолжают заниматься этой работой. — Я сейчас был как раз в этой международной службе поиска розыска Бета-Рользани, и мы с ними принципиально договорились о сотрудничестве, о том, что они нам выдадут документы. Пока это будет за наш счёт, чтобы мы первые хотя бы выбрали один из лагерей концентрационных, по которым документы у них есть, и они нам их отдадут. Мы их оцифруем, сделаем банки данных, и эти данные на тех, кто там есть, там, я думаю, получится примерно 100 тысяч новых имён, мы их загрузим на портал. Вот первый шаг. Если у нас эта работа будет продолжаться и получится, то это будет такая большая работа, которая даст ощутимый результат. Соответственно, в качестве каких-то дополнительных сервисов на портале мы сейчас сделаем рассылки всем, кто находил своих родственников, кто завёл личные кабинеты, если будет появляться новая информация по их каким-либо там запросам. То есть чтобы сайт начал жить не только в одну сторону, но и в другую. Если вдруг что-то появляется, мы тут же информируем. Поэтому вот работа ведётся, и я надеюсь, что будут результаты. — Благодарю, Сергей Васильевич, благодарю.